Не сидит, не ходит, молчит Ульяна Ходорцова. Девочке три года. И врачи никак не могут понять, что с ней. Для диагностики нужно новое оборудование, которого пока нет. Сегодня Росфонд совместно с ГТРК Новосибирск объявляют сбор средств. Мы очень любим вот так вот с ним играть. Вот так вот мы крутим глазки. Только так трехлетняя Ульяна может сидеть, зафиксированная на диване со всех сторон. Слабые мышцы, не развит опорно-двигательный аппарат. Большую часть времени с дочкой проводит мама. Папа зарабатывает деньги. Но с ребенком у него особые нежные отношения. Максим с любовью вспоминает, как забирал дочь из роддома, рисовал плакат. Нервничал, переживал. Надо как-то, наверное, было всю эту энергию куда-то девать. В общем, куда-то сюда этого платил. Задержку в развитии у ребенка обнаружили в три месяца. Точный диагноз ни новосибирские, ни московские врачи не поставили до сих пор. Есть подозрения на детский церебральный паралич и генетическое заболевание. Мама не выпускает Ульяну из рук почти весь день. Чтобы правильно сформировались связки, суставы, девочке надо больше времени проводить стоя. Токая старая, маленькая девочка. Прыг стоп. Для восстановления Ульяны, помимо реабилитации в специальных медицинских центрах, необходимы и занятия дома. Нужен специальный аппарат, вертикализатор. Укрепляет позвоночник и мышцы. Есть шанс, что мы будем ходить с поддержкой, либо с нарушениями. Это зависит в первую очередь от реабилитации, от качества реабилитации. Мы над этим работаем. Я вижу и чувствую по своему ребенку, что сидеть мы точно будем. Надеюсь, что ходить тоже будем. Вертикализатор стоит более 200 тысяч рублей. В семье Ходорцовых работает только папа. Мама, помимо круглосуточного присмотра за Ульяной, воспитывает еще и ее младшего брата Ярослава. Родители сегодня ждут завершения последнего генетического обследования дочери. Анализ проводят в Москве. Результат будет известен в ноябре. ГТРК Новосибирск совместно с РУСФОНДом сегодня объявляют сбор денег на покупку оборудования для реабилитации Ульяны. Чтобы помочь девочке встать на ноги, отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Также можно перевести любую сумму через специальное мобильное приложение. Другие способы, как поддержать семью, на сайте РУСФОНДА. Виктория Шмидт, Станислав Духовников, Вести Новосибирск.